Здравствуйте! В этом видео я буду рассказывать про крутой, навороченный портативный ЦАП-оусилитель iFi-X.Gryphon. И мне, как обзорщику, он очень сильно понравился, потому что, когда я обычно готовлюсь к какому-либо видео, сначала я иду на официальные сайты, на какие-то другие сайты, чтобы найти характеристики, какая там мощность, какие ЦАПы и вот это вот всё остальное, в то время как коробка данного ЦАП-оусилителя уже является такой своеобразной как методичкой для студента. Ты просто смотришь на неё и всё рассказываешь тут же и приколдесы, и вся основная полезная информация, и странные вопросики. Поэтому пока что мы его отложим и начнём рассказывать, что же он из себя представляет. Сразу же нам огромными такими вот метками показывают, что это Hi-Res, это вот настоящее качество. Вот смотрите, чтобы вы точно не перепутали, а если вдруг у вас закрались сомнения, а точно ли это Hi-Res аудио, то вам сразу же напишут, что это не просто Hi-Res, а Ultra-Res Portable DAC плюс Headphone, а Amp. Вот, и ладно, если бы там Ultra-Res указывали какие-нибудь фио к своему К19, где там вот действительно ультраминимальное количество искажений, там всё ради этого сделано. В то время как всё же Hi-Fi это больше не про какое-то там сверх качество, а про эмоции, которые он может вам подарить. И понятно, что здесь речь про разрешение, но всё равно очень и очень это натянуто. Сразу же смотрим первую боковую сторону, и нам указывают, что здесь Burr Brown чипсет, соответственно, ЦАП. И ты понимаешь, что это что-то такое True Native, но, наверное, всё-таки мультибитный ЦАП. Ну вот, напрашивается, само собой, Burr Brown. Но нет, здесь и на сайте, в принципе, тоже не указывают точно, что это мультибит. В том же iFi Neo DSD 2 там пишут, да, мультибит, всё, 100%. Здесь ещё под таким вопросом, почему Ultra, всё-таки Res, это про разрешение в первую очередь. И здесь нам показывают DSD 512, PCM 768. Всё просто, всё хорошо. И Full MQA, поддержка, вообще всё что угодно. Зачем она сейчас нужна, не совсем понятно. Но и ЦАП-усилитель всё-таки не совсем свеженький. Года 2-3 ему уже стабильно есть. Это не какая-то прям ультра-новинка. Хочется рассказать про мощность. Вот, пожалуйста, берёшь с обратной стороны коробку, и здесь у тебя всё написано. По вольтажу на балансе 6,7 вольт, на небалансе 3,5 вольта. Ну, в общем-то, ну, пускай, скажем так, нормально. Ну, для портативки, да, просто один DC-DC какой-нибудь с конвертеров стоит. На балансе мы в итоге и получаем из-за этого 6,7 вольта. Пофиг. По мощности, 1000 мВт при сопротивлении в 32 Ом на балансном выходе, при этом при сопротивлении 600 Ом 74 мВт, пофиг, в принципе, нормально. На небалансном уже практически в три раза меньше. 320 мВт при сопротивлении в 32 Ом и 40 мВт при сопротивлении в 300 Ом. То есть, интересно, на балансе указали сопротивление при 600 Омах, на небалансе уже, видимо, там совсем некрасивая цифра, поэтому просто 300 Ом. Странное решение, но да ладно. И по сопротивлению выходному меньше 1 Ома. Шанлинг, учитесь! Уже несколько лет назад у iFi получилось сделать музыкальный запуск ритерса с минимальным сопротивлением. Вы отстаете от технологий. И, в общем-то, на этом коробку можно заканчивать. Блин, я даже не помню, что там в самом комплекте шло, потому что в некоторых iFi, ну, в таких уже прям очень дорогих, там комплекты прям хорошие, очень-очень красивые. Фишка в том, что я взял его, наверное, с месяц назад, все это время гонял, и не было такой возможности про него нормально записать, потому что поток разных видео огромный. Ну, и да, ничего здесь интересного не было, я бы запомнил, в принципе, да, у нас есть чехольчик, но, в общем-то, бесполезный. Ну, и кабель USB Type-C, ай, блин, все даже хуже, чем я думал. То есть, просто есть три кабелечка Type-C на Type-C, USB 2, USB Type-A, наверное, он правильно называется, на Type-C, и Type-C на Lightning. Ну, в принципе, пофиг, кабели нормальные, использовать можно. И теперь по самому устройству, что по звуку и что он из себя представляет, стоит ли он своих денег. А сегмент достаточно такой дорогой, это уже дороже, чем 500 долларов, поэтому можно будет и покритиковать при необходимости. И когда ты берешь его в руки, ты уже понимаешь, что здесь, ну, вот, не совсем про какое-то минимальное количество искажений, про точное звучание, а про такую музыкальность, явно вдохновленную просто хорд-моджо, моджо 2, да, в принципе, хорд очень схожий по своей такой идеологии. Вместо совсем директ-модов, там, разных версий, у нас есть разные улучшалки X-Pace и X-Pace Bass 2. Можно использовать их как по раздельности, так и вместе. Таким образом, эти улучшалки делают звучание еще более объемным, еще более басовитым. И уже начинается как такой тонкий троллинг, но по факту я послушал вместе с этим и Space 2, и X-Bass. Ну, это прикольно, это на самом деле прикольно. Да, ты сразу же понимаешь, что все, это i-Fi, это про такое эмоциональное музыкальное звучание, воздушное, а-ля под мультибиты сделанное. И здесь это нормально. Если человек выбирает себе i-Fi, значит, ему такое нравится. И, как уже, в принципе, и намекнул, жирно, несколько раз на протяжении данного видео, звучит он очень и очень музыкально. По мощности, да, для внутриканальных наушников хватает, но прям с огромнейшим запасом все, он их тянет. Полноразмерные наушники многие тянут, те же Mondro Para звучат с ним хорошо. То есть, они могут звучать качественней, чем с данным i-Fi, но, тем не менее, можно получить уже звучание, очень и очень приятное для восприятия. То есть, не думать о том, что, блин, вот источник здесь все испоганил, а могло быть вот совершенно другая вселенная. Уже получать удовольствие можно. Очень интересно реализованы и низкие частоты, и высокие частоты. Их можно немножко менять в своей такой музыкальности. То есть, естественно, бас от X-Bas 2, он не настолько становится более массивным, сколько вот добавляется объемы низким частотам. Это иногда полезно и в какой-то простой музыке помогает получить больше какого-то удовольствия от прослушивания. В Space тоже как добавляет объема, но это мелочь. То есть, самая главная суть в том, что низкие частоты и высокие частоты ЦАПа усилитель отрабатывает хорошо. Да, они музыкальные, они немножко сглаженные, но тем не менее, там остается и разрешение, остается объем, остается какое-то разделение планов. Это все не звучит дешево. За низкие частоты и за высокие частоты можно прям хвалить. Да, это типичная музыкальность с такой комфортностью, но при этом с попыткой оставить что-то аудиофийское. Что-то из такого качества, из разрешения, деталек и прочего. Но главная у меня такая претензия к нему, это середина, потому что он может давать приятную массу даже на высоких частотах. Он может дать кучу массивности приятной на низких частотах. Но середина, она не совпадает по своей подаче с остальным частотным диапазоном. Она не то чтобы выхолощенная, но она вот простая. Это просто обычная стоковая середина, которая не выделяется какой-то своей сверхтелесностью, там бархатностью. Она не является сверхоткрытой, сверхвоздушной, с там очень классным разделением тех же планов. Она вот средняя, и ты понимаешь, что у тебя бас прям такой бархатный, бархатный. Такие высокие частоты все из себя пытаются быть максимально комфортными, но при этом хорошими. А серединка, вот она, стоп. Есть iFi Neo DSD 2, стационарный ЦАП-усилителю из чуть более дорогого сегмента. И вот там есть такая равномерность. Весь частотный диапазон, он бархатно-комфортный. Вот такая чистая музыкальность. Все, и ты понимаешь, что да, это здесь работает. Ты хочешь получить комфортное бархатное звучание, ты его вот и получаешь. Здесь, как такой, небольшой компромисс все-таки есть. Тот же Horde Mojo, хоть это и не моя подача, я бы такое не слушал, мне оно не надо. Но я прекрасно понимаю тех, кому это нравится. В этом есть своя завершенность. Все, это определенная подача, которая выведена, если не в абсолют, то в очень и очень хороший такой уровень. Здесь этого уровня не хватает. И, возможно, дело в том, что все-таки ему уже несколько лет. И если бы я рассказывал о нем там три года назад, то это было бы вау-вау-вау. Как же у них так получилось? Все это беспроводное с хорошо работающим LDAC. На то время это было все-таки большим таким достижением. Да, здесь слушаешь через USB и через LDAC вместе с смартфоном Xiaomi Mi 11 Ultra. И разница, не сказать, что какая-то прям критичная. Я потом забил и все равно слушал на Bluetooth. Потому что, ну, по сути дела, один и тот же звук. То есть есть разница, ну, глобальная между проводным и беспроводным подключением в краях частотного. А здесь ты их все равно особо-то и не услышишь. То есть вот самые-самые края, они здесь не акцентируются. То есть здесь важна сама эмоция от прослушивания, нежели качество. Ну и по итогу это игрушка. Игрушка интересная. Я все смиряюсь с тем, что музыкальность это тоже нормально. Не все хотят покупать себе устройство ради качества. Это нужно просто принять. Вот как факты и все. И да, для тех, кому это важно, чтобы не было какой-то сильной предвзятости к качеству наушников, к качеству записи самих треков, самих файлов. Оно хорошо подходит, потому что может дать вам такое именно объемное звучание. Не полноценно глубина сцены огромная и огромная ширина, а именно объем. То есть объем, он будет проявляться и в каких-то простых треках, и в сложных треках. Он вот просто есть и все. Сцена, да, если она изначально заложена в треке, то есть там огромное количество инструментов, которые отдельно записывали, потом все это качественно сводили, мастерили. И вот благодаря тому, что сохранили там тот же динамический диапазон, его не порезали, вы сможете услышать сцену. Это на самом деле огромная редкость, но тем не менее, это вот сцена, все, ее есть смысл разбирать. А есть просто объемное звучание, там 3D можно называть как угодно, и оно накладывается куда угодно. Это зависит не от трека, а от воспроизводящего устройства, как оно все это реализует. И здесь это реализуется хорошо. Сейчас, конечно, есть тот же топпинг G5, который, как по мне, звучит намного круче, намного дороже, намного интереснее, качественнее, но у него и другая подача. Те же X-Duo, XD05 Pro, они уже близки по цене к данному сапоусилителю, но там и размеры совершенно другие. Это еще можно отнести к обычному портативу, он легенький, все, он плюс-минус как топпинг G5 по своему весу, даже, наверное, легче, чем Fio Q15. И из-за этого такая сложность, потому что по цене он близок уже к кирпичам, по своему форм-фактору ближе к там устройствам за 300-400 долларов. Но те, кто ищут музыкальность, в принципе, любят хорта, готовы мириться с некоторыми нюансами, я думаю, что вполне себе могут выбрать и радоваться жизни вместе с ним, слушать музыку часами и наслаждаться эмоциями. Если вас он заинтересовал, то по ссылке в описании вы сможете его найти. И на этом у меня, в общем-то, все, все, что я хотел сказать, я рассказал. Вам спасибо за просмотр, до скорых встреч!